всем снова привет снова здравствуйте снова вас приветствует бешеный повар на канале бешеный повар и сегодня мы как обычно готовим очередную вкусняшку сегодня у меня на обзорчике вроде как простое и по-своему непростое блюдо это называется блюдо ну скажем из капусты так и назовем его простое и непростое друзья в общем все что нам понадобится это на столе и может не на столе но я буду потихонечку это все добавлять и рассказывать потом в описании напишу это все ну чтобы мы не теряли время ну там понадобится 4 вилка вот молоденькой вот такой вот капусточка прежде всего срезаем этот самый кочерыжку этот хвостик чтобы у нас был яркий режем каждый вилок на 4 части наливаем масло в сковородочку сковородочку я намеренно выбрал побольше ну чтоб нам за раз справиться выкладываем теперь нашу капусту на разогретую сковородочку вот она уже видите начинает зажариваться разогрелась но мы убираем на самый маленький огонь на самый маленький примерно это выглядит все вот так накрываем это крышечкой и на малом огне не то что прожарим а чтобы она протомилась чтоб капуста стала мягкой порядочек одна сторона у нас поджарилась сейчас переворачиваем на другую срезанную полочку вот видите как сторона поджарилась отлично самое то самое то переворачиваем так теперь все зажаривание каждой стороны заняло примерно ну сколько ну около пяти минут около пяти минут на маленьком огне так что все чинно благородно и опять накрываем крышечкой чтобы она томилась дальше отлично две стороны у нас зажарились теперь мы это дело выключаем и кидаемся на стол а на столе значит у нас происходит следующее мы ставим нашу утятницу вот такую вот симпатичную а теперь дальше смотрим не моргаем у меня значит тут же супруга в духовочке готовила курочку ну и немножечко осталось но уже как детишки на нее смотрят так сквозь зубы ну поэтому я решил ее употребить короче в общем нарезал ну тут примерно грамм может ну 200 ну может 150 вываливаем сюда распланируем это здесь вот паутятница равномерно ну или по формочке кому как угодно ну вот приблизительно вот так теперь берем нашу капусточку и в произвольном порядке выкладываем ее сюда зажаренными кончиками вниз зажаренными кончиками вот обратите внимание получится должно вот примерно вот такое вот ну а что же дальше да да что же дальше ну а дальше продолжаем дальше берем что 4 яйца наливаем сюда примерно ну так это грамм наверно 100 120 сливок кидаем чутка тертого сыра у меня сыр просто российский а вы можете любой чуть-чуть буквально травушки муравушки не знаю как трава называется но натахи нравится мне нравится похоже на молотый укроп но он с чем-то еще уточню как-нибудь видео расскажу ну и немножечко универсальная приправа вот галина бланка универсальная приправа традиционно пускай сюда на чуть-чуть зайдет думаю она соленая солить не надо берем венчик и просто дело это все взбиваем то перечи берем наш вот этот нехитростный замес и тоненькой струечкой разливаем его везде так чтобы везде попало ну и теперь все вот это вот мы возьмем с вами и уберем в духовочку на полчаса при температуре 180 185 градусов бинго вот ровно полчаса отстояло все здесь стало все здесь хорошо как запеканочка ну и это еще как бы ну не все теперь мы берем сырный соус и начинаем извращаться добавляем сюда теперь чесночного соуса посыпаем все это тертым сыром и посыпаем просто чипсами так можно колотыми а можно и целиковыми сейчас значит произойдет следующее от нагревания наш вот эти сырный и чесночный соус они нагреются расплавятся вместе с сыром чипсы немножечко обмякнут потом мы это вытащим дадим чуть-чуть остыть и когда оно будет тепло чипсы станут мягкие это придаст своеобразный замечательный вкус это будет вообще бомбическое блюдо и убираем сейчас это еще минут на 15 в духовку ну в общем друзья получилось вот что-то такое прям из ряда вон выходящее и ни на что не похоже то есть вот такое вот своеобразное ноу-хау я думаю рецепт свою очередь был и сложный и не такой сложный но думаю всем понравилось разрезать его не буду насколько я молодец сейчас придет наталья константиновна с работы она это все заценит и возможно напишет мне комментарий так что если какие вопросы будут спрашивайте в комментариях она вам сама все и расскажет продуктов у меня там конечно немножечко еще осталось но это будет уже совсем другая история ждите следующего видео думаю будет интересно но на этом о чем я могу вас попросить ну поставьте лайк напишите комментарий ну и разумеется в начале если вам не будет так трудно посмотрите рекламу ну а на этом все всем спасибо всем пока